Смысл в чем? Покажу вам разминку. Делается она в основном перед энергетическими катами, чтобы уметь разгонять свои конечности. Потому что ниндзя, ассасины, они у них все практики на чем были. Они умели именно двигаться. Мозги не брови, просто так не нарисуешь. Что уж говорить про мастерство, которое не то что не нарисуешь, а даже не натренируешь, если рядом не будет настоящего мастера. Приветствую вас стройные африканские пингвины, с вами Федорович. А теперь отложите вилку и отставьте тарелку с пельмехами, ибо сейчас вам откроется истина. Такие простые движения. Опа, как кнутовое движение. Оно идет снизу под глаз, подбивает и немножко наискосок глаз сходу вылетает. Ну, разминившись. А пока вы сходу не выбили себе глаз, отрабатывая этот феноменальный прием, задумайтесь вот над чем. Если сахар укрепляет брагу, тогда диван укрепляет уверенность эксперта в своем мастерстве. А из этого следует, что тренироваться вам вообще ни к чему. Достаточно просто смотреть и быть внутренне уверенным в своем мастерстве. Прострелы учитесь делать вообще на разных уровнях. То есть это может быть как атака, так же и защита. То есть между защитой и атакой у ассасинов никогда не было разницы. То есть вот таким движением он может защититься и точно таким же движением убить. Ну, да, вот сбоку кадет. И дырка, да? То есть раз и все, да? Видите, они движения, вот кажется, очень обманчивые. Я, то есть вот этим местом взбиваю руку и тут же кадет протыкает, понимаешь? То есть вот оно, оп, движение такое, да? Вроде бы легкое. Все, оп, вот они. Мягкие движения, обманчивые, понимаете? Видишь, оно такое все. Я вам еще говорю, вот я вам специально медленно показываю, понимаете? Подсолнух тянется к солнцу, а ученик к мастеру. Но найти такого мастера в нашей скучной и бренной жизни – это великая удача, которой я с радостью с вами поделюсь. Я понимаю, что многие из вас сейчас негодуют, мол, такие секретные смертельные техники нельзя показывать направо и налево, а то завтра же вечером в каждой пивнухе начнется такое рубилово, что полгорода останется без кадыков и глаз. Но с вашего позволения, я хотел бы вам возразить. Ведь в кабаках очень редко битва джентльменов происходит один на один. Именно поэтому, невзирая на ваши резонные возражения, я дам вам еще более опасную технику убийства – против толпы. Либо, когда надо много человек убить, то есть техники набегания. То есть я встаю, да, и пошел. Вот она разминка, видишь, круговой бой. То есть что такое ассасин? Ему пофигу, сколько людей. Он в толпу забегает, да, и пошел просто убивать. То есть там нету… В настоящем бою вам в кино показывают. Ха! Во-хоу! Да? А-ля кинокомедия. Вот. А настоящий бой, он вот он пошел, понимаешь? То есть ты крутишься. В толпу залетел и пошел убивать просто, да? То есть там тебе думать-то особо не приходится, да? То есть ты вошел в толпу и пошел. Во, да, и все упали, понимаете? Когда этот криворукий Аболитус бьет меня, как полный рахит, я просто поворачиваюсь боком, и он промахивается. После чего я одним указательным пальцем перебиваю ему переносицу, и он улетает, не в силах устоять моей невероятной мощи. Сколько ни думай о смерти, здоровее не станешь. А сколько ни пытайся ударить мастера, то есть меня, все равно обосрешься. Когда я поворачиваюсь боком, моя рука в этом положении может отбить любой удар этого криворукового олуха. А затем я снова использую свой палец смерти, чтобы воздействовать на его мозги. Хотя найти в этом черепе их и непросто, но моя внутренняя сила и мощь после просмотра индийских фильмов поможет мне поломать этого недотепу. Быть умным хорошо, а умным быть еще лучше. Ну а умнее и сообразительнее меня вообще не найти. Если вдруг очередной негодяй решил на вас напасть, но вы порезали свой пальчик смерти, нарезая картошечку для жарки с олецом и лючком, вы можете использовать средний палец. Но в этот раз засовывая его в грязный, перегарный рот этого хулигана. И не надо думать никаких пошлостей, особенно про тренировки, когда мужики суют один другому пальцы в рот, не спрашивая, где они побывали до этого. Нам главная эффективность, и она в этом приеме есть. Может, вы по своей наивности могли бы подумать, что этот бестолач сможет откусить мне палец. Да хрен вы угадали. Он не может закрыть свой паршивый рот, потому что я давлю ему на болевые точки, от которых его рот не закрывается, а глаза расширяются. В общем, это ездить по вашим наивным ушам я могу долго. Но помните, желающих навести порядок всегда больше, чем готовых его соблюдать. А желающих показывать суперприемы всегда больше, чем способных их применить в реальном бою. Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку. Нужно, чтобы он в ответ протянул свою. А чтобы научить ученика, недостаточно показать прием. Нужно, чтобы он в него поверил. Ну а в то, что вы верите в эти великие техники, я даже не сомневаюсь. Но когда вы узнаете, что это древнерусский старославянский монголо-казачий энергетический бой, вы точно преисполнитесь гордостью и восторгом, которые сметут на своем пути все преграды недоверия. Ведь достаточно только взглянуть на маленького толстого деда-мастера, которому не то что драться, ходить тяжело, но при этом он разносит и крушит десяток вооруженных мечами и саблями бравых молодцев, при этом даже к ним не дотрагиваясь. Ну а если это может он, то вы, человек-пельмень, мастер лежания на диване, чемпион продавленных пружин, легендарный протиратель дырок на трениках, точно сможете повторить и даже превзойти вот это вот все. Так что долой сомнения и в бой! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, с чего вы начали свой путь мастера? Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках!